Здравствуйте! Вас приветствует компания Батюскаф. Меня зовут Александр. И в этом видео я хочу рассказать вам о том, как же все-таки подобрать маску для ныряния. Представлено у меня здесь несколько масок на столе, я разложил. Ну, хочу начать с того, что... Первое. Маска должна вам нравиться. Просто, чисто, внешне. Она должна быть нравиться. Есть у меня вот такая вот маска с странного вида. Пришел человек, охотничью маску с небольшим подмасочным, предлагаю... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, сразу внешний вид маски ему не понравился. Ну, и на самом деле это правильно. Она должна нравиться внешне, вам должна нравиться, не знаю, ее цвет, формы и так далее. Тогда вам приятно будет нырять, и вы захотите погружаться еще и еще. Девушки часто любят покупать розовые, беленькие, прозрачные маски. Им также важен цвет. Есть люди, которым цвет абсолютно не важен. Это, как бы, собственно, ваше дело. Я предпочитаю, допустим, маски из темного заполненного силикона, потому что они не выгорают и не желтеют, как прозрачные маски. Вот так вот. Ну, пойдем, наверное, дальше и по порядку. Дальше желательно вам определиться с тем, как вы будете нырять. С аквалангом, либо на задержке дыхания, либо просто снорклить. Если вы планируете так называемый фридайвинг, либо подводную охоту, вам нужно обратить внимание на маски с небольшим подмасочным пространством. Вот такие вот малообъемные масочки, которые имеют небольшое подмасочное пространство. Для того, чтобы вам легче было их в воде поддуть. Дальше. Примеряем на лицо. Если вы с аквалангой, вам на самом деле все равно. Запас воздуха в баллоне у вас всегда присутствует. И в любой момент вы можете сделать вдох и заполнить внутреннее подмасочное пространство маски воздухом. Если вдруг она стала вжиматься сильно очень вам в лицо. Дальше. Самое важное действие. Берем маску. Ремешок опускаем вниз. Ремешок на голову натягивать абсолютно не нужно. Не просто не обязательно, а не нужно. Для начала просто прикладываем маску к лицу. Можем пальцами провести по обтюрации, чтобы нигде не было никаких видимых отлеганий маски от лица. Ну, в данном случае и чувственных. Затем просто вжимаем маску в лицо. Задерживаем дыхание и делаем такое вжимание небольшое. Если маска клеится, держится, пока вы задержали дыхание, то в принципе все хорошо. В воду такая маска не должна пропускать. Для того, чтобы отклеить ее безболезненно с лица, просто делаем выдох носом маску. Все, она сама как бы отлипает. В принципе, не сложно, просто. На что нужно обратить внимание? Когда вы одеваете маску на лицо, обратите внимание на то, чтобы она вам не давила нигде. В висках, вот здесь, вот в этих местах. На переносице. Сюда вот в лобную кость. Сейчас одену маску. Вот такая вот хорошая, прекрасная маска. Обзор хороший. Подмасочное пространство небольшое. Силикон мягкий, удобная, хорошая маска. Но многим людям она просто давит вот сюда, вот в это место. Мне не давит, так что продемонстрировать этот момент я вам не смогу. Но у многих бывает вот именно такой момент. Потом смотрите, чтобы глаза ваши полностью помещались в маску. Желательно просмотреть, чтобы обтюрация хорошо ложилась по лицу. И, конечно же, проверяем удобство зажимания носа. Для того, чтобы продуться, вам нужно будет зажать нос. Одеваем маску. Проводим пальцами, чтобы она нигде не давила. Выжимаем или делаем небольшой вдох носом. Можно сделать вдох поглубже. Проверяем, не давит ли она в переносицу, в лоб, в виски, в щеки, в скулы. Не давит? Хорошо. Прекрасно. Пробуем зажать нос. Мы должны легко и непринужденно зажимать пальцами нос. Получилось? Хорошо. Все, масочка вам подходит. Не получилось? Выбираем другую. Моделей масок. На самом деле, все различные количества. Есть более универсальные, которые подходят всем. Есть те, которые редко кому подходят. Без ремешка. Выжимая в лицо. Все. Просто и несложно. Но, если все-таки хотите качественно подобрать маску, советую обратиться вам в продавцу-консультанту, который всегда подскажет вам. Так что, приходите в наш магазин Батискаф и выбирайте хорошую маску конкретно под себя. До свидания.